Здравствуйте, меня зовут Надежда, я специалист компании Чистови. Сегодня мы с вами поговорим о дезинфицирующих средствах. Как правильно мастеру выбрать свое средство? Что нужно знать? Какие нюансы в работе и области применения? Дезинфицирующие средства это химические средства, направленные на уничтожение близнетворных инфекций животного или человека. Все дезинфицирующие средства условно можно разделить на следующие группы. Концентраты. Для того, чтобы работать с данным продуктом, необходимо его развести с водой. Готовые к применению дезинфицирующие спреи, дезинфицирующие салфетки и четвертая группа это антисептики. Антисептики предназначены для обработки кожных покровов, в том числе раневых поверхностей и слизистых оболочек. Это отдельная группа антисептиков и мы о них поговорим в следующий раз. Дезинфицирующие средства должны иметь следующие документы. Свидетельство государственной регистрации, декларацию соответствия и инструкцию. Это тот пакет документов, которые поставщик вам должен предоставить при покупке детсредства. Если этого не случилось, то в интернете, на сайте реестр детсредств выложены все инструкции и к документам тех детсредств, которые СанПИН допустил к работе на территории Российской Федерации. Чаще всего детсредства имеют два вида инструкции. Одна разработана для коммунально-бытовых организаций, к которым и относятся салоны красоты с нелицензированным видом деятельности. Второй вид инструкции – ЛПУ для медучреждений и салонов красоты с косметическим видом услуг. Как же мастерам разобраться, какая у них инструкция для ЛПУ или для Комбыта? Для этого внимательно посмотрите на титульный лист. В конце номера стоит буквенная аббревиатура. Если в конце номера стоит аббревиатура ИК, значит инструкция предназначена для коммунально-бытовых организаций. Если в конце номера стоит буква И, значит инструкция предназначена для ЛПУ. При выборе детсредства важно обращать внимание, к какому классу опасности оно относится. Продукты компании Чистови и Стеладес и Чистодес относятся к четвертому классу опасности, а это значит, что они малоопасные. То есть их можно применять в присутствии людей и животных. При работе с ними мастеру не потребуется дополнительных средств защиты в виде маски или респиратора. Также данные продукты не требуют дополнительного проветривания после их использования и не требуют смывания. Но на рынке бьюти индустрии присутствуют дезинфицирующие средства с третьим умеренно опасным и вторым опасным классом опасности. Прежде чем выбрать свое средство и начать с ним работать, внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Теперь давайте более подробно разберемся с видами дезинфицирующих средств. И начнем с самого популярного, который представлен на рынке, с концентрата. Для того, чтобы из концентрата приготовить рабочий раствор, его необходимо развести с водой, согласно инструкции и в зависимости от времени желаемой экспозиции. Концентраты, которые представлены, должны обладать следующими важными свойствами. Первое, это моющий эффект. То есть, кроме того, что продукт обладает дезинфицирующим свойством, он еще обладает моющим эффектом. И с помощью этого продукта вы можете проводить как текущие, так и генеральные уборки. И готовить рабочие растворы для инструментов и для стирки белья. Вторым важным свойством, которым должны обладать концентраты, это короткое время экспозиции. Истиладез и чистодез концентраты обладают время экспозиции всего лишь 5 минут. То есть, уже через 5 минут мастер может доставать инструмент и приступать к следующему этапу обработки. Что дает короткое время экспозиции, кроме того, что мастер экономит свое личное время? Это дает более бережное отношение к инструменту. Большая часть готового рабочего раствора занимает вода. Вода оказывает очень агрессивное действие на ваш инструмент. В результате инструмент может портиться и ржаветь. Для того, чтобы снизить агрессивное воздействие воды на ваш инструмент, концентрат должен обладать антикоррозийным свойством. То есть, в его состав должны входить такие ингредиенты, как ингибиторы коррозии металла, которые будут дополнительно заботиться о вашем инструменте. Также важным аспектом для концентрата является отсутствие фиксирующего действия. Что это такое? Почему при дезинфекции нельзя использовать спирт? Потому что, если на вашем инструменте осталась кровь или следы любой другой биологической жидкости, при контакте со спиртом и дальнейшей стерилизацией на поверхности инструмента образуется защитный панцирь благодаря реакции спирта и биологической жидкости. Под этим панцирем как раз и будут жить болезнетворные микроорганизмы. Именно концентраты профессионально дезинфицирующих средств, у них отсутствуют фиксирующие действия. Еще один важный параметр – это срок годности рабочего раствора. У продукта в компании Чистове срок годности рабочих растворов составляет 14 суток. Это значит, в течение 14 суток вы можете дезинфицировать свой инструмент в ванночке. Но раствор подлежит замене раньше, если в нем выпили хлоки или он поменял свой цвет. Для того, чтобы проконтролировать правильность приготовления рабочего раствора, не забывайте использовать индикаторные полоски. Индикаторные полоски помогут вам определить концентрацию рабочего раствора в самом начале, когда вы его только приготовили. А также, когда срок годности рабочего раствора подходит к концу, вы сможете убедиться, что он сохранил свою процентовку. Важный момент. Для каждого концентрата производитель делает свои индикаторные полоски. Нельзя купить один концентрат и проверять рабочий раствор, используя полоски от другого производителя. Данные будут некорректны. Следующий важный параметр – это экономическая выгода концентрата. Но некорректно сравнивать цену за литр. Вы должны сравнивать стоимость рабочего раствора. Специально для наших клиентов компания Чистови разработала таблицу, где расписана стоимость литра рабочего раствора всех дезинфицирующих средств, которые есть в нашем ассортименте. Используя эту таблицу, вы можете подставить свое ДЕС-средство и вычитать его экономическую выгоду. Теперь поговорим о готовых применениях дезинфицирующих средств, которые не требуют приготовления. В компании Чистови это два продукта – Истиладес и Чистодес, представлены в виде спрея. Данные продукты предназначены для обработки поверхностей и оборудования. Их преимущество в том, что у них очень короткое время экспозиции – всего лишь 30 секунд. То есть после их использования, через 30 секунд, достаточно протереть поверхность, если есть в этом необходимость, сухой одноразовой салфеткой и можно приглашать следующего клиента. Важно понимать, что данные спреи не предназначены для обработки и дезинфекции инструментов, например, маникюрных. Потому что, согласно Санпину, дезинфекция инструментов происходит путем их полного погружения, а не орошения. Спреи относятся к четвертому классу опасности, а это значит, что после них не требуется дополнительного проветривания, не нужно ничего смывать, они полностью безопасны для клиентов и для мастеров. Важный факт при экстренной дезинфекции – это запах. У продукта Чистодез запах практически полностью отсутствует, что является его неоспоримым преимуществом на риту с другими аналогами. Мы часто встречаем вопрос, как с помощью концентрата приготовить раствор для экстренной дезинфекции с время экспозиции в 30 секунд. Внимание, правильный ответ – никак. Два этих продукта имеют разные составы и невозможно из концентрата приготовить рабочий раствор с временем экспозиции менее 5 минут. Третья группа дезинфицирующих продуктов – это влажные салфетки. Салфетки однократного применения предназначены для обработки поверхностей и оборудования. Они не требуют смывания, также обладают мощным эффектом. В компании Чистове салфетки представлены торговой маркой «Истеладез». Преимущество салфеток в том, что даже после своего замораживания и размораживания они сохраняют свои свойства. Нам часто задают вопрос, как дезинфицирующими салфетками правильно обрабатывать инструменты. Наш ответ – никак. Еще раз повторим, что инструменты вы обрабатываете путем полного погружения в рабочий раствор. Рабочий раствор вы готовите из концентрата. Дезинфицирующие салфетки предназначены только для обработки поверхностей и оборудования. Мы с вами разобрали, какими могут быть дезинфицирующие продукты, которые разрешены к применению в бьюти-индустрии согласно СанПИНу. В чем их отличие и на что следует обратить внимание при выборе продукта. Выбирайте и применяйте дезинфицирующие продукты правильно. Не пытайтесь готовить свои растворы по своим концентрациям, в надежде на то, что чем больше вы нальете здесь средства, тем лучше оно справится с инфекцией. Не нужно держать инструменты сутками в ванночке с рабочим раствором, тем самым они заржавеют и испортятся. Только правильное использование дезинфицирующих средств согласно инструкциям от производителя – это гарантия здоровья Вас и Ваших клиентов. Всю линию одноразовых расходных материалов, а также средств дезинфекции Вы найдете на нашем сайте – чистови.ру. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok